Доброго времени суток, уважаемый зритель, я продолжаю тебя знакомить с проектом Goldfinch. Если вы не смотрели предыдущие видео, то предлагаю посмотреть, потому что сейчас будет углубление в тему. Вкратце в двух словах, Goldfinch выдает кредиты. Точнее, это платформа, которая помогает одним брать кредит, а другим зарабатывать на том, что они вкладывают деньги. Плюс Goldfinch перед другими компаниями в том, что не нужно собирать залог. То есть ты хочешь взять кредит, ты даешь информацию о своей компании, и если твоя компания подходит по всем параметрам, то тебе, собственно, дадут этот кредит, одобрят его, и уже люди будут инвестировать в вас. Когда накопится полная сумма, вы, собственно, возьмете свой кредит и будете его отдавать. И, собственно, в компании есть, как я уже сказал, те, кто берут, те, кто дают, и аудиторы, непосредственно те, кто отбирает эти проекты. И сегодня я хотел поговорить именно о аудиторах, как они делают отбор. Это очень важно. Если вы хотите взять займ, собственно, в Goldenfinch, то вам нужно знать, что именно будут смотреть. И стоит ли вам вообще подавать заявку, если вы не проходите к каким-то параметрам. Возможно, вам предоставить нужно будет чуть больше информации, чтобы у аудиторов не было вопросов. Самое первое, и, конечно же, логичное, это анализ макроусловий. То есть, конечно, влияет очень сильно, из какой вы страны, потому что в каждой стране есть свои нюансы. Собственно, я говорю по-русски, я из России, и я буду все примеры на русские компании или просто на Россию предоставлять. То есть, что это? Глобальный уровень, в рамках которого они задаются вопросом. Каким образом нынешняя конъюнктура мира может повлиять на прозвительность рассматриваемой компании? То есть, влияет ли ковид, вот сейчас просто самое актуальное, влияет ли ковид на данную вашу сферу? Влияет ли, вот, очень много санкций, да, если мы говорим о России, много санкций? Постоянно все на наши земли, сейчас, ну не постоянно, в последнее время на земли наши все хотят руки свои наложить у нас, кусочек забрать. И все эти факторы, которые извне в нашу страну входят, влияют ли они непосредственно на вашу компанию? Или же вас это не затронет? Дальше, региональные условия, это то, что происходит в регионе, это то, что происходит в ближайших странах. То есть, у нас вот проблемы сейчас с Украиной, да, но при этом мы помирились с Белоруссией. Ну как, с Белоруссией мы никогда не ссорились, да, но теперь они уже, как и раньше, стали нам братским народом, так сказать. И, опять же, сюда можно отнести санкции, только санкции бывают разные, и, собственно, какие-то накладываются на страну, какие-то на въезд-выезд, каких-то сырья и прочих моментов. То есть, все вот эти нюансы должны учитываться. Также, условия для конкретной страны, то есть, насколько легко вывести бизнес в этой стране, какие есть конкуренты в этой стране, валютные риски, то есть, как валюта наша, допустим, рубль, относится к США, да, как она ведет себя за все это время. И, вообще, как страна относится к криптовалюте, то есть, по этому параметру Россия, собственно, может сказать, не проходит, да, потому что наше правительство относится к криптовалюте достаточно скептически, если можно так сказать. Далее, после того, как оценили уже непосредственно то, как политика, так как окружение, то, как мир влияет на вас, то, собственно, дальше мы уже оцениваем, но не мы, аудитор будет оценивать, непосредственно, отрасль, в которой вы занимаетесь. То есть, для кого существует эта отрасль, почему она существует, давно ли она существует, все моменты, которые позволят им решить, нужна ли эта отрасль, какие плюсы у нее есть, и будет ли она востребована через 5 лет, и есть ли какая-то история, то есть ли уже отрасли 5-10 лет, то уже можно посмотреть по истории, что с ней было за это время, и какие возможны риски. Если же отрасль какая-то абсолютно новая, чего вообще не было, то, соответственно, нет никакой истории, и от этого риски только повышаются. Также, если занимаются, я не знаю, возьмем газеты, да, и все понимают, что через 5 лет газеты никому не нужны, хотя у них огромная история. То есть, нужно выбирать тот проект, у которого и была история, и, собственно, есть будущее. Проект, который будет интересен, потому что кредит берется не на полгода, не на год, да, обычно на какие-то более крупные расстояния временные, и поэтому нужно смотреть наперед, чтобы компания не закрылась из-за того, что она просто не нужна. Далее, после того, как мы осмотрели отрасль, увидели, есть ли в ней конкуренты, потому что, если есть конкуренты, то, соответственно, в конкурентной среде компании развиваются. Конкурентная среда говорит нам о том, что это востребованная сфера. Если же нет конкурентов, то, во-первых, нет никакого роста, нет смысла развиваться, и, во-вторых, если у вас нет конкурентов, то не факт, что вы кому-то нужны, тем более, если это сфера несколько лет. Конечно, если вы только начали, то понятно, что у вас нет конкурентов, потому что никто об этом не знал. Вы первые это придумали, первооткрыватели. Но и здесь тоже надо смотреть, если вы первооткрыватели, это не факт, что вы не пройдете. Соответственно, как я уже сказал, смотрят не только на прошлое, но и на будущее. Если этот проект будет настолько великолепен, что понимают, вот, это то, что 5-10 лет будет актуально, это то, что решает действительно важные проблемы общества, и вы их не просто решаете, а решаете так, что закрываете полностью эту проблему, и не будет такого, что кто-то посмотрит на вас, и конкурент сделает лучше, доработает вашу идею и заберет себе весь рынок. То есть вы просто подали идею и все. То есть если ваш продукт в этом плане хорош, то, собственно, у вас не будет проблем, вас одобрит аудит. И это, кстати, следующая ступень, это оценка продукта. То есть на кого ориентирована компания, каким образом она удовлетворяет потребности. То есть все эти моменты очень важны, как я уже сказал до этого. Также необходима оценка команды, потому что без хорошей опытной команды ничего не сложится. Даже если у вас очень умные технории, если у вас проект продуман до мелочей, но у вас нет маркетинга или маркетинга, это не важно. Если у вас этого нет, и о вас никто не знает, насколько бы вы не были хороши, у вас не будут клиентов. Также и наоборот, если у вас замечательные маркетологи, но в каком-то плане, я не знаю, любой вообще, любой аспект, да, очень много. Сейчас зависит от компании, чем она будет заниматься. Вы можете пригореть на любом моменте. И поэтому важна вся компания, важны все люди. Прям не каждый человек, конечно, но если у вас 20 человек в компании, то рассмотрят абсолютно каждого. А если вы открываете 200-300, то уже смотрят непосредственно по корпоративной структуре. То есть, и правда ли нужен тот сегмент людей, которые действительно там есть? То есть, если возьмем некоторые крупные предприятия, да, то есть специальные люди, которые занимаются тем, что выдают пропуск. То есть, вот она сидит, если никто не пришел за весь день, то она ничего не сделала. Если пришел один, она одному человеку выдала пропуск. И таких людей, которые не нужны на крупных производствах, достаточно много. Если их убрать, ничего не изменится, но они есть. И, собственно, аудиторы смотрят, есть такие люди, много ли их. Если таких людей вообще нет, то это замечательно. Если их там какой-то маленький процент, то это также обговаривается с компанией. Компания должна доказать, нужна ли им та или иная ячейка. Если же они не могут сказать, зачем им это надо, да, как у нас часто, давай возьмем моего брата, моего племянника, пусть будет на подхвате. Такие компании не нравятся Golden Fitch. Им нужны непосредственно те компании, которым можно доверять. Конечно, опыт должен быть, собственно, как и у команды. Опыт должен быть также и у проекта, как я говорил. Конечно, зеленым новеньким тоже проект возможно, что примут. Но, я еще раз говорю, это должен быть просто невероятно крутой проект. Репутация компании также должна быть не отрицательной, так скажем. Понятно, что если ваша компания на рынке 4 месяца, и вы планируете развиваться, но у вас, собственно, нет какой-то истории огромной, но вы поняли, что вы нашли то, что нужно, и вам для развития, для того, чтобы вас как раз узнали и поймать объем, и вам нужен кредит, то понятно, что опыта у вас особого нет. Но опыт должен быть у сотрудников, у тех, кто, собственно, идет во главе. Потому что, если нет опыта у сотрудников, нет опыта у руководителей, то вы можете застрять на каких-нибудь банальных моментах, которые, собственно, просто вы еще ни разу не проходили. Как видите, аспектов достаточно много, но, если честно, я считаю, что если ваш проект действительно достойный, если ваш проект действительно стоит того, то, я думаю, вы обязательно пройдете. Самое главное, если вы сами рассмотрите свой проект по всем этим позициям, сами просмотрите по всем этим категориям, я уверен, что вы сможете сами сэкономить свое время, свои средства, улучшить свой проект, и уже потом либо прийти GoldenFitch за кредитом, либо же доработать свой проект, сделать его лучше, и потом уже удивитесь, насколько был полезен вам этот видео, и насколько хорошо ваша компания пошла в рост. Просто благодаря тому, что вы стали смотреть свою компанию точно так же, как аудиторы смотрят на вашу компанию. Для того, чтобы узнать больше информации, переходите по ссылкам в описании, там это рассказано немножко научным языком, я же рассказал это более простым для понимания. Если вам нужны более детальные подробности, то они, конечно же, есть по ссылкам в описании. У меня на этом все, всего доброго, и до новых встреч!